Я всех приветствую, очень рад видеть, кого я знаю, кого нет, кого нет, я абсолютно с Вами согласен, что Одесса – благословенный город. Знаете, просто как свидетельство пару слов скажу. Когда началась война, Бог просто сверхъестественно оберегает Одессу. Это правда, уже первое выступление 24 февраля, наш город единственный, который упомянул, так сказать, Путин, упомянул свои речи. Все остальные города он не упоминал, что захватим, помним. Да, и саму наш город не всегда вспоминал, в какой-то казахаче, что ты завоевал территорию, наш город не был вспоминал. Ну, что, помнить-то помнить, а вот шо Бог даст, то даст. И неважно, какой ты правитель, если Бог тебе не дает, оно, ты не возьмешь. Неважно, каков правитель, но а кубок не искать, то у него вот эти бумага или дать и дава кое-то искать. Вот уже десант, там корабли выплыли, мы уже вот так видели их, они там, ходили там, они плавали там, знаете, разница, знаете. До нас. И все, вот-вот возьмем, и Бог дает шторм, дает какие-то вещи, что они не способны высадиться никак. Тут корабль этот защищенный, чуть ли не город, боевой город какой-то. Ну, оказывается, если Бог не созвездит дома, то напрасно строящий, напрасно берегущий, все это, все это напрасно. И мы это во очи просто видим, вот, своими глазами, вот, когда, у меня тут в телефоне есть, когда ты ночью просыпаешься, и так в окошко снимаешь, как в кино, знаете, прямо возле тебя все это взрывает, все, ты только боишься, что болванки на дом не упали. Само се страхуваешь, да не падне нечто вверху домати. А страха нет. Ну, няма страх. Страха нет, потому что, ну, ты в руках будешь. Это жизнь умрем. За что ты все его фрицаете на Бог? Али всички, что, някую ликосну, что умрем? Я говорю, там, с военными, некоторыми, мне даже военные говорят, ну, вы не боитесь как-то, чуть-чуть надо поберечь себя. Някую военную напитут, вы не сели страховаты, может быть, трябва да сапазите повече. Я говорю, мы просто по-другому рассматриваем жизнь. Ну, а сказуем, че просто разлеживаем живота по-друг начи. Жизнь, это смерть, как двери, жизнь, это как ты в коридоре стоишь. Живота все равно стоишь в коридор. А двери, когда ты туда заходишь, то есть, там есть гостиная, ванная, ванная, кухня. А живота, который мы сейчас проживаем, мы просто как в коридоре находимся. Потому что наша жизнь все-таки не основная здесь жизнь. И наш живот не е только основан животным землям. Мы по-другому воспринимаем даже реальность. Потому что наша реальность там на месте. И так мы рассуждаем, так и молимся. Так рассуждали мы и молимся. До начала войны, где-то... Приди начала войны. Ну, за три месяца. Мне Бог сказал, что будет война. И начал готовить церковь, даже перед церковью. Я започнах да подготвам церквато си. Предупреждавах и церквата. И се опитвах да променя структурата на церква. Какие любим мы обычно порочества? Давайте перечисляйте. Какво говорим на хората обикновенно? Че ще имат богатство, че всичко ще бува наред. Че ще будат успешни. Че ще будат винаги красиви. Никого не буду починим. Всички, что будат здрави. Бери, когато починим, что останем здрави. То есть мы абсолютно... Когда я говорил пророчество, что будет война... Ну, когато казах пророчество, че ще има война. И хората не разбираха. Но аж им казах молите се, да няма танкове в городе. И как у людей даже были выступления. Пастыри, вы сильно пугаете людей. И някую казаха, че многу паших хората. Но аз написал список. Как называется? Тревожный чемоданчик, чтобы положить валюту в кэш. Ли пари деймат в брой. Все расписал до деталей. И выставил нашу группу внутреннюю. Приезжает один служитель на мое. Все жены, там дети испуганы, собрали, собрали чемоданчик. Он открыл Библию и сказал, не будет войны. Разложил чемоданы. Утворил Библию. И казах, че няма дыма война. И я не хотел его перебрать после этого. Знаешь, если ты был бы военным, ты бы знал бы, что, наверное, епископа не перебивают и не поправляют публично. Я так тебе просто рассказываю, как мироустроение находится. Ну, че, ну, спевай, ты талантливый. С Украины. С Украины. Откуда? С Донбасса. С Донбасса. И ситуация такая. И такая ситуация. Говорю, жизнь покажет, у кого слово от Бога. Только началась война. И когда ты започинал война, и тоже с учителой избегал, то почему я это и говорю? За что показывают вам? Надо действительно иметь откровение от Бога. Когда началась война, я четко понимал, с первых минут, что делать, как делать. И благодаря этому может попадали три водные крещения от четвертого мунатолу людей. Только вот на той неделе, да? Мы 11 тысяч продуктов, только в городе раздали. То есть у нас город поделен на три части, это четыре части. Городами раздалены на четвери части. И мы являемся вместе соцработниками, они приходят в церковь. И на территории церкви мы раздаем продуктовые пакеты нуждающимся переселяться. Да, има хора, който уйдет в церк, и ты взима продукты, и ты раздава нуждающих этих хора, если что-то дошли у других городов. Также кормим людей 300-400 порций в день. Если что, храним хората, има 300-400 порций на день. Также эвакуируем людей. Если что, помогаем эдоги эвакуирами. Вот только неделю назад где-то 11 тысяч, да, раздали продуктовый пакет? Это только в городе. Не считая, что у нас есть филиалы в Одесской области, в Николае и другие, как фонда, мы заключили меморандум и договоры с социальными службами, что они предоставляют списки, а мы оказываем определенную работу. И мы помогаем на тези хора, которые са в тези списки. И то, что хочу подвергнуть, почему это рассказывают, то, что вы сказали, мысль очень правильная, и думаю, что она будет полезна здесь всем, находящимся. Бог мне дал откровение, что в Библии благотворительная душа насытится, какая душа насытится? Вот странно, как не звучит, благотворительная только душа насытится. Это я свидетельствую сверхъестественно. Трудно это объяснить, но сверхъестественно Бог обеспечивает. Мне было откровение, что чем больше поможем на фронтовой зоне, тем меньше тронута десет. Из первых же дней мы на фронте мне там говорят, ну, Денис, членов церкви много, а епископ один. Почему ты рискуешь своей жизнью? Может, другое сделать. Может, някой друг да го направи. Тези неща, които ти правиш. Ну, как бы у меня такой принцип, что пастор не прячется за юбки. Он должен быть там, где должен быть. Той трябва да и там, като это трябва да бъде. И действительно мы видим, как сверхъестественно Бог благословляет. И не виждаме, как сверхъестественно Бог не благословен. Отидох в Германию, чтобы поддержать наших беженцев. Отидох в Германия да подкрепя нашите беженцы. Они больше в депресии, чем мы в Одессе. Те са в по-голяма депресия, отколкото ни е в Одесса. Они больше в депресии, чем мы в Одессе. Все, которые возвращаются, они говорят, что мы уезжали. Вас тут лучше. Тези, които се връщат, казват, защо сме заминавали. Тут и по-добре. По многим причинам. По много причинам. Но где-то и правильно что в депресии. Някъде и правило, но че са в депресия. Потому что есть депресия, которая связана с какими-то внутренними проблемами, которые человек не решил, которые нужно покаяться и выполнить волю Божию. И да исполни волито на Бог. Такая депресия, она хорошо. Потому что печаль ради Господа производит неизменное покаяние. А печаль мирская она приводит совершенно другим результатом. Это Библия говорит. Так что все зависит, какая там депрессия. Если депрессия к покаянию, то это хорошо. А ку депрессия доверяйте до покаяния, то гава и хубова депрессия. Мирская, то есть абсолютно. Все, что имам мирская, светская депрессия, гава тебе бесполезна. Так что, братья и сестры, занимайтесь благотворительностью. Братья и сестры, занимайтесь благотворительностью. Потому что благотворительная душа насытится. Очень легко выучить стих. Это из Библии стих. И он работает. Я реально это вижу. То есть из стиха работе я вижу дому в живота себе. Второе было свидетельство. Второе это свидетельство. Как откровение. Я просто делюсь так по-простому. Может, это кто-то запомнит. И когда началась война, все начали и церкви, и так далее, накопительством заниматься. Церквите са започнали да натруповат неща. Я как бы сказал, знаете, принцип сосудов масла, которое должно быть всегда пустым. И им казах принцип на судовете, масло, которое трябва бы да са поразни. Тарк или что-то. Я говорю, до последнего раздать. До последнего. Угатую два тхора, какую-то санужают. Мне что-то после всичку давали. Но не привыкли. Я выхожу во двор, еще находится я. Я говорю, что происходит? Я сказал, все раздали. То есть ничего не должно находиться. Машины берите, людей займите. Я сам как раздавал эту всичку. Но ничего не должно здесь находиться. Ничто не трябва до устава. Только последний мы банку, там сгущенки отдавали. Да, мы последний продукт на хана. На следующий день опять полный двор. И следващия день вече пак всичко отпълнил. Откъде се взимат измещания? Ние не знаем. И разбрах принцип. Этот принцип не только работал там в Библии. Той работи не само в Библии. Он реально работает в жизни. Но и в живота. Вот. И вот эти два, но откровение, первое откровение. Първото откровение. То, что благотворительна душа насидится. Това, че благотворителната душа ще с насидим. А второе. Тем больше мы даем, тем больше Бог възполняет. Толкова повече Бог възполняет. И это на физическом уровне. И това и на физическо ниво. Вот. И пусть Господь даст нам понять, что духовный мир, он не только тогда был. И нека да разберем, че духовния мир е бил не само тогава. А он сегодня работает. Он реально работает в жизни. В животни. Ну и последнее то, что Чувек может счастлив быть только в одном случае. Чувек может добыться счастлив в самом ведении случаев. Если он будет в центре воли Божьей. А кто, что будет в центре на воли, то на Бог. Кто скажет, кто, например, не понимает этот момент, он, значит, никогда не был в центре воли Божьей. А кто не разбирывает вас, значит, никого не был в центреifs на воли. Как можно быть счастливым? Как может быть счастливым? Я помню, у меня пару ночей пришлось спать в поле. Няколко ночи спах в поле, до Николаяфа особо опасно, имах яркий случай, не путавахме, за да разъедем храна, обаче, през ношта не можем да се движим, беше много строго, и не пропускат. Говорю, ну что, я в спальню взял, не спрях мы просто, я взял, не шта заспаны, я взял, оделся, и сразу буквально в пять же минут и уснул, там что-то бомбило рядом, а этот Сережа, который второй водитель, он такой, честно говоря, я посмотрел на тебя, ты начал спать, и говорит, ну думаю, наверное, мне должен пора спать, твое спокойствие просто убивай, говорит, А ты все застой, а я говорю, ну а что мне не спать, завтра утром опять в дорогу, мне надо выспаться, что там бомбы, если не суждено умереть сегодня, то это такое дело. Я помню, мы под Николаев подъезжаем, по часа два ночи нас уже не пускают, и мы стоим, и начинает вдалеке град работать российский град, работать по нашему по городу Николаеву. Такой заре, вот, тут, 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 он бьет жестко. Меня просят прессы, у нас с машины вывезти, выводят, говорят, если что, после чего мы не видели, куда оно летело, вот, он говорит, вы в поле бежите. Я думаю, куда в поле ночь, украинская, это темная ночь, потому что вы понимаете, там мою сломать мою. Я думаю, куда бежать, а в нас же свет выключает ночью, у нас сейчас нету света нигде. Вот, и в поле, я думаю, куда в поле бежать, я там... Я сочудя, куда добягом там. И знаете, вот я смотрел на этот град, как он там работает, красиво, однозначно, это красиво. Это хубаво. Это такое заре. Вот. Я подумал, знаете, в тот момент, что в принципе человек знает, что важно, что второстепенно. Человек знает, какое важно, а кое второстепенно. Просто из-за того, что мы настолько себя окутали благами, но за то, что имам много блага, мы потеряли это чутье важного и второстепенно, это не острое у нас этот вопрос. Разбирали, какое важно, а кое не толково важно. Когда ты стоишь на фронте, знаете, ты четко понимаешь, что сегодня я должен делать, а что завтра я не должен делать. И тут не надо сверх проповедя. И тут не треба много проповедей, мотивируйте речи. И так далее. Все это глупости. Всичко два за глупости. Человек сам знает. То есть это абсолютно ложь, что человек не знает, что нужно делать сегодня. И мы сегодня знаем, что мы должны делать, где мы должны находиться, и что мы должны делать. И знаем, если мы не на своем месте. То есть тут не надо сверх проповедей, для того, чтобы это рассказать. Но тогда возникает вопрос, что делать с этими знаниями. Все очень просто. Всичко и много просто. Прийти в эпицентр воли Божьей. Да, утидешь в эпицентр на Божьи это воля. Я живу в Америке. Живях в Америка. И много добре бях там. Но на каком-то этапе один из служителей приехал ко мне. Но в един и этап един от служителей дойде при мен. И он мне задал один вопрос. И той мне попитал. Денис, что ты здесь делаешь? Денис, как вы праве штук? Мне не нужно сверх было проповеди понять, что он абсолютно прав, и вообще не там должен быть находиться. То есть в своей стране, я там не должен находиться. Я должен быть вообще в другом месте. Треба, чтобы быть в другом месте. И тогда я уволился с очень хорошей работой. И тогда у них с много добра работа. В течение двух недель разрешился все вопросы. И во втечение на две седмицы решили все вопросы и заменах в Украину. Там оно хорошо. Но это не для меня центр воли Божьей. Но это не мой церковый. И когда началась война, там со спецслужбами мне передали, сказали, От специални службы мне казаха, че ти ся в специалния список на хора. Ты в списки. Беги, убегай. Я подумал. И я спомислях. А куда я убегу? Куда трябва да бегам? Я убегу от войны, но никогда не убегу от совести. Но никого няма да избегам от своята совести. Куда бежать? Пасторем быть в мирное время, а во время войны быть не бъдем пастором? Да бъдешь пастор в мирное время, обаче по време на войната да не бъдешь. Ну, неправильно. Твоя не правильна. Это самое главное. А как я посмотрю своему сыну в глаза и скажу, будь мужественным. Ты мужчина, терпи там или еще что-то. И как же ты ему кажешь, десь им мужественным. То есть я как бы, мне совесть не позволит даже сказать никому, будь тверд и мужественным, даже вот это сказать. Докажа, будь тверд и мужественным. И после вот, это мои такие, знаете, во время войны свои переживания. Не только Бог работает с Украиной, но работает с индивидуальной душой. И Бог работает не само с Украиной, но и с отделни души. И много шелухи отлетело от церкви. И от самата церкова. Хорошо. И твое добре. Некоторая шелуха, это как знание и определенная привычка. А иногда и люди шелуха. Нечто какое-то знание, хора, навык. И все оно должно почистить. И церковь должна почистить. И церковь должна почистить. И церковь должна почистить. Так что сказать, что я радуюсь войне, нет, я не радуюсь войне. Но радуюсь, что мы в воле Божьей. Так что, желаю вам быть в воле Божьей. Не, я не войны пожелал. Я пожелал вам быть в воле Божьей. Не вы пожелали вам война, но да будете в воле Божьей. Но вы правильно сказали, что если бы не остановились они вот там, где остановились, аппетиты у этого дракона, как в Откровении написано, у этого дракона очень большой аппетит. Коммунистический аппетит – это страшный советский. Этот дракон не остановится на Украине, он будет пожрать все дальше и дальше. Если бы этому дракону в семнадцатом году Польша не ударила по носу, они пол Европы бы откусили бы. Вот так и здесь, как мы это видим. Так что пусть Господь нас благословит, чтобы этот дракон не дошел сюда. Это коротко я поделился мыслями. А вы уже молились, так что все нормально. Спасибо. Давайте мы зафин... Субтитры сделал DimaTorzok